Вы знаете, мы вместе с Березой выходили с Иловайска 29 августа 2014 года. Ехали в одном бусике, да, и Аваков тогда с Хамчаком, Береза с Хамчаком сбежали с Иловайска и бросили всех своих солдат. Значит, что дальше было? Я имею на руках, и вы знаете, я публиковал фильм про Иловайск, где все показано, что делал Береза, Хамчак, вся эта шваль и погонь, и предатели Украины, что они делали, да? У меня эти записи есть, и я их опубликовал. Значит, смотрите, я приезжаю в Украину, вы думаете, Матюс меня хотел допрашивать по этому поводу? Нет. Вы думаете, меня СБУ хотело допрашивать по этому поводу? Тоже нет. Вы думаете, прокуроры какие-то хотели допрашивать? Тоже нет. Как это так? Человек, человек выходит живой, блядь, из котла, имеет на руках 36 гигабайт видеозаписи Иловайска, и никто в Украине не хочет его допрашивать. Да потому что всем посрать, да, то есть, а я же на телевидение сразу пошел, я выступал на 1 плюс 1, и, что самое важное, Александр Дубинский делал же об этом сюжет. Мы же с Дубинским сюжетом это делали про Иловайск, и об этом я рассказал на всю страну, но почему-то никто, никакой прокурор не захотел меня допросить. Почему? Что случилось? Как так? Знаешь, смотрите, после того, как я начал делать фильм про предательство депутата Березы и Хамчака, вот только тогда, когда начал я делать фильм, я получил звонок на мобильный телефон из главной военной прокуратуры Анатолия Матиоса, да, который резко захотели взять у меня свидетельские показания, на что я им ответил, что пока я не выпущу фильм про Иловайск, то, естественно, никаких показаний я вам давать не буду. После того, как я выпустил фильм, мы вместе с адвокатом Виктором Смольем, вы знаете, это наш адвокат, он смотрит нашу трансляцию сейчас, пошли в главную военную прокуратуру давать показания, где я дал все показания под присягой, задачу ложные показания, расписывался на генерала Хамчака и депутата Березу. Что они делали? Где они были? Все рассказал, как честный, порядочный украинец. Все как вот было, так и рассказал. Что произошло дальше? А дальше произошло то, что Юрий Береза не дал показания генеральной прокуратуре вообще никогда. И Анатолий Матиос говорит, в 2015 году Юрий Береза, депутат, который, собственно, является одним из фигурантов Иловайска, отказывается давать показания, отказывается давать показания генеральной прокуратуре. И мы сделать ничего не можем. Слушайте, да когда вам надо, вы всех допрашиваете. Когда вам надо, вы любого из подземли достаете. Не важно. Савченко что, вы не можете допросить? Да вы лишили ее депутатских и сразу же допросили. В чем проблема? Почему вы Березу не можете лишить? Он же отказывается принимать участие в расследовании этой трагедии. Значит, он говорит, Береза отказывается давать показания. Сейчас у нас на календаре 2019 год. 2019 год. И я спрашиваю Матиоса, ну через Дубинского я дал этот вопрос. И он задал этот вопрос. Александр Дубинский дал этот вопрос. Значит, в 2015 году вы говорили, что Береза отказывается давать показания главной военной прокуратуре по Иловайску. После стаида 2019 год. Береза дал показания. Матиос говорит, нет, не дал. Вы что, охренели? То есть вы вдумайтесь, за 5 лет, 5 лет прошло с Иловайска. И главный, один из главных людей, который является фигурантом этого дела, не дал показания Анатолию Матиосу в рамках уголовного производства. Он не был допрошен. Береза не был официально допрошен главной военной прокуратурой по Иловайску. Вы вообще понимаете, о чем идет речь? О каком расследовании и заключении по Иловайску вы можете говорить, если один из главных фигурантов, ближайший соратник Арсена Авакова, не был допрошен? Мы о чем вообще беседуем сейчас? Объясните мне, о каком расследовании Иловайска может идти речь, если не дава правовая оценка действием главы одного из батальонов, это был один из самых больших батальонов Днепр-1, Юрия Березы? Какие его были действия? Какая была дана юридическая оценка его действия? Ее нет, потому что он не был допрошен, и его никто не допрашивает. Значит, дальше задал вопрос, Александр Дубинский задает вопрос. А какие, собственно, расследования по Иловайску? Ну, мы там расследовали, мы обвиняем Россию. Хорошо, это понятно, что вы Россию обвиняете, я тоже обвиняю Россию, это понятно. А оценка, юридическая оценка. Оценка украинским генералам Березе, дана была оценка? Нет. Он говорит, никто из украинской стороны не виноват в том, что случился Иловайс. Потому что, если бы Россия не напала, то ничего бы не было. Слушайте, вы что, охренели? Я не хочу матюкаться, потому что я, ну знаете, я могу очень много матов говорить. Это не просто, знаете, как хамство, это просто, как сказать, оценка той действительности, которая есть. Вы охренели? Слушайте, вы охренели? То есть, вы считаете, что в любой войне всегда, если нападает какая-то страна на другую страну, то никогда никакие генералы, никакие полководцы не могут быть виновны ни в чем, поскольку на них же напали. А дать оценку генералам, а как они действовали, когда на них напали. Какие действия предпринимали? Почему вы не дали оценку действиям Петра Алексеевича Порошенко? Это президент Украины, который, получив 23 августа разведданные о вторжении армии Российской Федерации в территорию Украины. 23 августа не было никакого еще котла. 23 августа официальные данные разведки организовывают 24 августа на парад в стране, на Майдане. Это в какой еще истории мира за цивилизацию было, чтобы, получив данные о вторжении иностранного государства в твою страну, президент, глава государства, вместо того, чтобы отправиться защищать свою страну, отправить войско, проводит парад в столице, при этом оставляя свою армию с голой жопой. Я же давал интервью солдат, они сидят, говорят, нас оставили с голой жопой. Вы мудаки сраные, вы что, не понимаете? Эти люди все погибли в итоге, вы ублюдки конченые, вы мрази, пидорасы, понимаете? Потому что эти люди, которые давали мне интервью из-за вашего ебучего парада, они все умерли. Понимаете, в чем суть? Их разрывало на куски, потому что ты, гнида сраная, не дала людям помощь, ты пошел парад проводить. А теперь эта тварь, Матиос, рассказывает, никто не виноват, никто не виноват с украинской стороны. Все нормально, все замечательно, Береза не допрошен, Хамчак вообще посрать. Хамчак, знаете, меня вообще-то просто поражает. Хамчак, генерал украинской армии, высочайший генерал, управляет украинской армией, украинские войска, был руководителем операции по Иловайску. Я ехал за ним, я снимал его автомобиль на камеру. Он бросает свой автомобиль в кустах и убегает с поля боя. При мне, на моих глазах. Автомобиль его не был поврежден, он был нормальный. Понимаете, у него были целые колеса, он был на ходу. И этот Хамчак дает интервью в Министерстве обороны. Мой автомобиль так повредили, что мы вынуждены были его бросить. Это ты, тварь, какой твой автомобиль повредили? Это наш автомобиль повредили. Твой автомобиль был целый. И мы хотели потом уехать на твоем автомобиле. Это белый бусик, транспортер. Я еще когда по торпеде обыскивал его, я обыскивал бусик генерала Хамчака, ярость из Лавшапошникова. Обыскивал бусик генерала Хамчака, генерала украинской армии. На торпеде лежала рация, твоя гнида, рация лежала. И техталон на этот автомобиль. Потому что это автомобиль официальный Министерство обороны Украины. На техталон, Министерство обороны Украины, на бусик польсваки-транспортер белого цвета. Номер есть на видео. Ты его бросил. И мы хотели на нем уехать, потому что он был целый. Но у нас не было ключей. Потому что мы поехали на бусике, к которому мы приехали, он был полностью расстрелян. И были колеса все пробиты, и полностью все дырявый был кузов. У нас были ключи, мы на нем и поехали. А на твоем бусике не поехали. И ты после этого рассказываешь, что у тебя бусик расстреляли. Так как ты вообще смеешь такое нести? Ты гнида, понимаешь? Ты гнида, генерал Хамчак. Почему Матиос не дал этому оценку? Почему Матиос не дал этому заключение юридическое? Почему Хамчак верет, а этому не дали оценку? Ты сбежал в поле боя, ты бросил свою армию. Ты, блядь, генерал армии. Ты бросил свою армию и сбежал с поля боя. Ты вы что, дебилы вообще конченые или что совсем? Вы сколько людей положили? Из-за вас тысячи людей погибли. Вы вообще понимаете, что такое война? Что такое ответственность? Что такое ответственность генералов? Вы генералы, вы на то и генералы, чтобы вести за собой армию, а не сбегать с поля боя. Вы как трусы побросали все. Я потом запасом пидорасами в кустах находил гранатометы, гранаты, стрелковое оружие, пистолеты, патроны. Сколько мы оружия выбросили? Сколько мы оружия? Мы сначала пытались, когда выехали на бусики, ехали в ЧК. Сколько мы оружия выбрасывали с этого бусика? Потому что мы журналисты, мы не имели права ехать с оружием. Сколько было оружия в кустах разбросано? Можно было армию вооружить тем оружием. Если бы я собрал то оружие, то я не знал, я был бы Рэмбо. Можно было бы Рэмбо снимать фильм. Понимаете, я находился в кустах, у меня было три гранатомета, автоматы Калашникова, огромное количество патронов и гранат. Я вот журналист, какого хрена я остался на поле боя с этим всем вооружением? А вы, пидорасы, генералы, поубегали. Вы, пидорасы, все поубегали. Все кем в Чаките, березы сраные. Вы сбежали с поля боя, побросав в оружие. И я вот хожу вот так, знаете, кусты. Ой, гранатомет лежит, о, автомат лежит, пистолет. Патроны. Какого хрена, почему я, гражданский, должен этим заниматься? Вы, генералы, вы всю жизнь служили, и вы должны были защищать Украину. Почему вы побросали людей и сбежали с поля боя? Где оценка этому, матюс? Ты что, конченый или что? Где этому оценка?